В этом году сезон подлёдной ловли в крае начался на две недели раньше, чему не в последнюю очередь помогли устойчивые морозы. Сейчас толщина льда в бухтах и заливах варьируется от 25 сантиметров до почти полуметра в местах сосредоточения рыбаков-любителей. Таких мест руководство МЧС определило шесть. Бухты Новгородская и Муравьиная, залив Славянка, северная часть Амурского залива, а также Суходол и акваторий Большого Камня и острова Русский. Даже сейчас на заре сезона наплыв желающих порыбачить или просто прогуляться по морской мерзлоте колоссальный. В лодные дни где-то порядка 2000 человек по всем, я думаю, до шестых местах. В выходные дни, вот в эти выходные мы наблюдали порядка 7000 человек. К слову, несмотря на огромное количество желающих померзнуть, держа в руках рыболовные снасти, спасатели, в отличие от аналогичного периода прошлого года, пока не зарегистрировали ни одного погибшего из тех, кто предпринял вылазку на лед. Однако представители МЧС упомянули, что намерены лоббировать в парламенте Приморского края ужесточение санкций в отношении рыбаков-нелегалов, что подвергает опасности не только свою жизнь, но и экологию Приморской акватории. Речь, конечно, идет о канувших в прорубь личных автомобилях. Таких на сегодняшний день набралось уже семь штук. К слову, сами рыбаки не слишком довольны инициативой ведомства. Только штрафы увеличивают. В основном на льду одни пенсионеры. Понимаете? Если с пенсионера 5000 взять, то у него останется половина пенсии. Валерий Николаевич на льду каждую зиму вот уже 55 лет. После более чем полувекового рыбацкого стажа мужчина точно уверен, нужно не штрафовать, а постоянно следить за толщиной льда и вывешивать предупредительные знаки, как это было в советское время. Однако у МЧС и без того забот хватает. Чтобы контролировать нестабильную ледовую обстановку, Приморское управление МЧС использует эти катеры на воздушных подушках, как, наверное, единственный способ защитить рыбаков от собственного азарта. Всего в крае на балансе у спасателей есть семь таких судов. И они только и успевают курсировать от одного участка к другому, чтобы вовремя оказать помощь особо бесстрашным рыбакам и рыбачкам. Нет, мы всегда очень осторожно к этому относимся. Мы смотрим, чтобы лед уже был хорошо намерзший. Вот сейчас, да? Да, сейчас где-то полметра лед, поэтому вот мы приехали в Луке, сделали здесь хороший лед. И поэтому мы только тогда выезжаем. Впрочем, кроме бывалых любителей экстремального зимнего отдыха, есть немало новичков и просто тех, кто любит прогуляться, а иногда и прокатиться по поверхности Мерзлого моря. Именно их МЧС предупреждает в первую очередь, будьте осторожны и соблюдайте правила безопасности, ведь море для людей, даже замерзшее, опасная стихия. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.